Здарова, ребята! У меня к вам вопрос. Хотели бы вы страдать? Думаю, ваш ответ будет в большинстве случаев нет. А как насчёт того, чтобы смотреть на то, как страдают другие? Вот тут и начинается веселье. После многих часов в играх всегда появлялось желание снять ролик про что-то, но всегда не доходили руки. Но не в этот раз. Дамы и господа, разрешите представить моя нарезочка. Прежде всего, хотелось бы уточнить парочку правил игры с модом Iron Man, так как они немного отличаются от обычного хардкора с одной жизнью. Хотел бы я сказать, что единственным правилом является не сдохнуть, но я ошибаюсь. Запрещено использовать предметы выше качества необычный. Никакой помощи от игроков. Те же бафы или исцеления просто не возымеют эффект. Прокачка персонажа происходит без ускорителей, т.е. рейд опыта всегда х1. И главное, если мне кто-то и поможет в убийстве моба, опыт, да и сама добыча не защитётся ни одному из нас. Итак, начинаем. Как уже вы могли заметить с названия видео, я буду стартовать воином. Выбор расы является ключевым для успешного прохождения. Так как я буду стартовать за православную орду, у меня есть возможность выбрать из целых четырёх вариаций воинов. Женщина! Женщина! Извините, ребят, чё-то наболело. В конечном итоге, после раздумия дольше 10, но меньше 15 секунд, мой взгляд упал на орка. Поскольку дополнительное мастерство при обращении с топорами мне точно не повредит, а также активное умение на плюс силу атаки с твёрдостью. Родной Дуротар. Данное место является стартовой локацией для орков и троллей, а также, на мой взгляд, лучшей среди остальных. Приняв начальные квесты на убийство и сбор, сам того не заметил, как вступил в бой с Аркотом, откуда и вышел победителем. Что мне нравится в начальных уровнях, так это то, что за выполнение даже малого количества заданий или убийств, ты всё равно значительно продвигаешь полоску опыта, с чем следует третий уровень. Дальше по мелочам. Сдача имеющихся квестов, а также открытие первого умения. О, это тот самый знаменитый варовский рывок. Нужно будет попробовать резовую тактику Чардж покинуть тело. Пятый уровень не заставил себя долго ждать. Всего пара десятков кабанчиков и готово. Завершив квест на убийство орка, а также добычу кирки, имеем пятый с половиной уровень. К слову, этот уровень наполовину полон или пуст. Так как в долине испытаний делает нам больше нечего, решил заскочить в соседнюю деревню, дабы взять алхимию с травничеством, довольно полезной профессии. В будущем сумеем варить зелья на меткость, чтобы с большей вероятностью стукать врагу. Притопов в соседнее поселение, сдал задание нападай принеси, получил очередной уровень, а также, что самое главное, прописался в колючем холме. Был взят квест на 8-м слотовую сумку. Очень удобно, ведь у меня как раз висит задание на убийство тех же мобов. Еще один плюс стартовать за оркой или тролля. Сварил немного зелий для лучшего выполнения задач, а также взял несколько умений. В частности, открыл возможность парировать, что даст нам возможность заиметь пари хейст. Боевой раш, что имбав по очередному убийству мобов, не говоря уже про удар грома, что позволит контролировать толпу. В конечном итоге выполнил квест на рыцаря Культироса. Перед боем с самим Бенедиктом выманиваем одному моба, после чего вступаем в бой и побеждаем. С него получаем ключ, который открывает именной сундук на крыше. Как по мне, неплохой бонус за старание. А вот и сам сундук с письмом. После победы над болванчиком, осторожненько прыгаем с бойниц крепости и идем по своим делам. Красивое, прекрасное, чудесное. Это все можно сказать про заветную сумочку на 8 слотов, а также взятие седьмого уровня. Рот наоборот того разработчика, который придумал подводные миссии выгра. Мало того, что у тебя появляется скованность в движениях, так плюс к этому ты сдохнешь, если забудешь, что нужно дышать. Могу только поблагодарить, что в этом случае нужно всего-то подобрать 3 коробки, но не будем и наболевшим. Так как я взял пару квестов в деревне троллей, попутно этому собирал глазики рыбов. Получается двойная выгода. Или нет? Интересно, что это за тролль? Имею ввиду, на него же есть какое-то задание, правда? Был выполнен квест на клей. Если не забуду его использовать в нужный момент, не сдохну. Перед походом на остров Эха стоит как следует подготовиться, как минимум взять еще один уровень. Поэтому идем пинать кентавров в поисках карт для сожжения. Сожжена первая и вторая карта. Похоже, что этот игрок уже зачистил часть лагеря. Что ж, будет легче. Приятная находка в виде шестислотовой сумки не заставила себя ждать. Надеюсь, это не повлияет на мой уровень удачи. Сожжена последняя карта. Награды становятся все лучшие, а тем временем мы взяли уже очередной уровень. Что ж, пора отправляться на неприметный и уж точно недружественный остров. Пора дать по заслугам этим троллям поганым, за то, что магию свою неправославную распускают. К слову, проклятые тролли, да и вообще любые магии, хорошо разводятся на каст, если во время его прочтения зайти за препятствия. Очень полезно воинам на низких уровнях, если еще нет возможности их прерывать. Параллельно с этим делал задание на сбор тигриных тушек и яиц для повара колючего холма. Залазан. Первый действительно достойный противник. Будьте внимательны, когда он произносит заклинание уменьшения. Ничего не может пойти без усложнений. Казалось бы, с одним мобом ты кое-как да справляешься, но в момент, когда враг появляется у тебя за спиной, очень сильно сбивает понимание, что делать, вследствие чего можешь легко умереть. Хотя госпожа удача в этот раз была на моей стороне. Честно сказать, совсем забыл про тот самый клей, что получил ранее, хоть вывел его на панель и даже назначил кнопочку. В какой раз вижу этого игрока. Повезло, что был рядом и смог помочь. Кто знает, может когда-то и мне помогут. Хотя за время, которое я к нему подходил, он умер бы уже 10 раз. В общем, удачи тебе, Себаса. Совет от Варчика. Если вы, как и я, истерзанный воин, который не может еще справиться с несколькими мобами одновременно, у вас есть решение. Обычно, грамотный пул происходит с помощью лука или метательного. Второе, более предпочтительней, так как не нужны стрелы для пользования, а значит и слота в сумке. Но можно спулить телом и грамотно отагрить. Я называю это The Outranging. Неплохая калька получилась, правда? Ну, не суть. Что ж, все условия для квеста выполнены. Пора ливать с этого ненавистного острова. Не с позором, а с гордостью. Не забывая попутно побить мобчиков для опыта и денег. Бум, шоколака! А это поднятие уровня в одиночку. Так как я прописался в холючем холме, очень удобно вернуться отсюда с помощью камешка. Новый уровень, новые умения. Крайне важный из них это подрезы сухожилия, что позволит не дать уйти противнику, или же в свою очередь безопаснее от него убежать. Тут сами смотрите. Дальше по мелочам. Открыл возможность варить еще одно зелье, так как раньше просто не хватало навыка травничества для добычи реагента. Также начал выполнение задания на убийство иглогривых. Эй, ребят, я тут случайно подумал, кто-то еще помнит кампанию в третьем Варкрафте за Рексара? Эх, могли же раньше Близзард доделать проекты. Помните Себасу? А он все еще жив, не переживайте. Если я сдам КВ на письмо, смогу апнуть 10 уровень, а там и новые умения не загорали. Также нужно сходить к оружейным мастерам, открыть метательные и луки. Может какое-то оружие прикупить, или экипировку, или даже рюкзак. Я же зажиточный воин. Опа! Квестик! Забыл сказать, ребятки. Я решил качаться Армсваром, так как протовар это для пуссей. Для начала прокачаем талант на повышенный урон от кровопускания, и в будущем кинем 3 таланта на парирование. Я хочу показать, чтобы все отлично находятся, а с кинематиками, так как я смогла сразу же 손摸ить племени, я-зажиточниками, было так-каком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кинем-каком. Мне становится уже страшно, две шестислотовые сумки на счету. Эта прокачка пойдет в историю. Квест дан, квест взят, а стоп, забыл. Пора наконец-таки отправиться в Аргримарм, главную столицу Орды. Может у меня с лицом что-то? Ну да ладно, пора открыть в очередной раз умения, и наконец-таки научиться пользоваться луками имитательным для будущей безопасности. Открыл новое умение, кровавая ярость, для большей генерации ярости или экстренного его получения, а также улучшил кровопускание. Урожейного мастера Сайка открыл возможность пользоваться луками имитательным, а у троля Зентанджиана купил пару прекрасных метательных топорчиков, которые не раз мне еще пригодятся. Война-мастера Сайка открылся в карту. При достижении 10 уровня воинами орков и вроде как троллей, появляется возможность взять у учителя воинов Тарша, задание на открытие оборонительной стойки. Само задание совсем несложное, но так как это ванила, придется просто муторно бродить. Поговорил с наставником для открытия протостойки. Для этого всего-то нужно собрать пять жоп грозоящимиц. Наконец настал момент протестировать топорики, выманивая служителей пылащего клинка по одному, добился того, чтобы сойтись в нечестной дуэли подлого чернокнижника Пшикса и благородного меня. Хотел бы спросить, кто-то вообще вникал в сюжет заданий ванилы. Вот тут, к примеру, мы вернули медальон сына матери, которого сховал крокодил. Жесть. Ну ладно. Избавляя темпом, отдал колоть Пшикса орхилу. В свою очередь, нас направили к другому орку на другую часть карты. Ура. Еще один совет от Варчуга. Если у вас происходит выполнение квеста на убийство определенного количества противников в пещере или другом закрытом помещении, хорошим выбором будет зачистить четверть, или в крайнем случае половину противников данного места, если не хотите быть зажатыми в культивный бутерброд, или напулить еще больше мобов при бегстве. В моем случае я просто вышел из пещеры и бил кабанчиков, пока не появились первые культисты. Разрешите доложить, что геноцид культистов проведен успешно. В награду за наши подвиги мы получили двуручный меч, которым даже не умеем пользоваться. Эх, ванила. На задачу наш воин окреп и поднял уже 12 уровень. Далее были сданы пару квестов по типу, а вот давай ты сейчас сходишь, поговоришь и потом не расскажешь. Так как мы достигли уже 12 уровня, нам открылось новое умение в виде удара щитом, что позволит нам прерывать косты, а не прятаться каждый раз за углом. Также было произведено улучшение боевого крика, а также открыт навык превосходства, основополагающее умение ветки Армс. Не прошло и ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ЛЕТ! Спасибо, Элидан. Как мы открыли оборонительную стойку. Что нам это дало? Пока что ничего, обидно немного. Но скоро это перерастет в нечто большее. К тому же взял задание на какое-то оружие. Интересненько. А на этом я с вами прощаюсь. Благодарю за просмотр данного видео. Зритель, если это видео тебе действительно понравилось, напиши комментарий. Мне будет очень интересно его прочесть. Поехали! 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 Поехали!